История полноприводных автомобилей Mitsubishi насчитывает более 80 лет. Началась она в 1934 году с четырех штабных автомобилей Mitsubishi PX-33, выпущенных для японской армии. Это были первые полноприводные автомобили в Японии. Долгие годы компания Mitsubishi развивала и совершенствовала технологии полного привода, и в 1992 году миру была представлена революционная трансмиссия Super Select. Пройдя жесткое испытание в ралли-марафоне Париж-Дакар, она нашла свое применение в серийных моделях компании. Сейчас Super Select используется на внедорожниках Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport и пикапах Mitsubishi L200. Давайте разберемся, для чего она нужна и как работает. Когда дорожное покрытие хорошее и в полном приводе нет необходимости, можно задействовать только одну ось, оставив автомобиль в режиме заднего привода 2H, тем самым снизив расход топлива. Когда дорога становится скользкой, в дождь или снег, можно прямо на ходу на скорости до 100 км в час переключиться на постоянный полный привод 4H. В этом случае тяга передается на все колеса, что улучшает активную безопасность автомобиля и позволяет водителю чувствовать себя увереннее на дороге. Благодаря наличию межосевого дифференциала в трансмиссии Super Select в режиме постоянного полного привода 4H можно двигаться по любым покрытиям и с любой скоростью. Постоянный полный привод улучшает управляемость на скользких и заснеженных покрытиях, на дорогах, где асфальт перемежается со снегом и льдом, при перестроении в колеях и на разбитой дороге. На бездорожье для обеспечения равномерной тяги на обеих осях можно заблокировать межосевой дифференциал, включив режим 4H-LC. Блокировка может осуществляться во время движения. Блокировка межосевого дифференциала нужна автомобилю на бездорожье, в снегу или грязи, на скользком подъеме, спуске и пересеченной местности. При заблокированном межосевом дифференциале тяга принудительно распределяется между передней и задней осью поровну, тем самым снижая риск пробуксовки. Режим блокировки не предназначен для движения по дорогам общего пользования, так как он ухудшает поворачиваемость автомобиля. А на сухом асфальте существенно увеличивает нагрузку на детали трансмиссии, что может привести к ее поломке. В тяжелых условиях для снижения скорости движения и увеличения тяги на колесах можно задействовать пониженную передачу. Для этого надо остановиться, перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и включить понижающую передачу 4L-LC. Как только символ полного привода на панели приборов перестанет мигать, вы можете продолжить движение. Пониженная передача вдвое увеличивает тягу на колесах и нужна в таких условиях, как глубокий снег, грязь, крутой подъем или спуск, буксировка застрявших автомобилей, вытаскивания на берег тяжелого катера и других схожих ситуациях, когда сопротивление движению автомобиля велико. Пониженная передача не предназначена для дорог общего пользования, а также передвижения со скоростью более 70 км в час. На пересеченной местности может возникнуть ситуация, когда одно или несколько колес отрываются от поверхности и начинают буксовать. В этом случае можно принудительно заблокировать задний межколесный дифференциал. Для этого надо нажать на кнопку блокировки и дождаться, пока символ заблокированного дифференциала перестанет мигать. Иногда для этого необходимо проехать несколько метров вперед или назад, или слегка побуксовать. Блокировка работает до 12 км в час. При достижении этой скорости блокировка автоматически выключится и включится, когда скорость упадет ниже 6 км в час. Суперселект дает водителю богатый выбор режимов движения и позволяет самостоятельно адаптировать автомобиль под окружающие условия и тем самым использовать возможности и потенциал машины максимально эффективно и безопасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова